Жители Брасовского района активные участники программы инициативного бюджетирования. Они ежегодно представляют свои проекты. Результат одного из них – площадь перед поселковым домом культуры в райцентре «Локоть». Здесь полностью заменили дорожки и бордюры, обновили скамейки и урны. А доминантой площади стали стилизованные под старину двусторонние стрелочные часы. По поручению губернатора Брянской области Александра Васильевича Богомаза выделяются средства на реализацию этой программы. И каждый год десятки, сотни новых отремонтированных объектов. Появляются новые объекты во всех, без исключения, муниципальных образованиях. И очень радует то, что эта программа реализуется не только на территории районных центров, городов, наших поселков, но и в таких небольших селах, которые расположены на территории Брянской области. Жители села Глоднево участвуют в программе инициативного бюджетирования второй год подряд. В 2019-м здесь разбили сквер 75-летия Победы. В этом решили обустроить спортивную площадку. У нас территория позволяет, и мы решили войти в программу и сделать теперь спортивную зону. Спортивная зона у нас теперь выражена в качестве вот этой спортивной, мини-футбольного поля с баскетбольными щитами. В планах нам еще поставим баскетбольную сетку. Я думаю, что будут задействованы все возраста, все категории людей. Поэтому приходить, отдыхать. У нас уже сквер привлекает внимание, а теперь еще спортивная площадка. Я думаю, что нам будет, людям есть где отдохнуть и где побыть. Спорт – это радость в победе. Спорт – это молодость в победе. Право первого удара по воротам предоставлено Виктору Николаенко, ветерану брасовского спорта, человеку, живущему футболом. В Глоднево в футбол играет и стар, и млад. Во второй половине 20 века здесь проводились межпоселковые соревнования. А все последние годы – турнир памяти погибшего в Афганистане земляка Виктора Федотова. Виктор Федотов похоронен здесь, на кладбище в Глоднево. И уже 11 лет, вот именно 9 мая мы здесь проводим турнир по мини-футболу. Потом мы начали проводить и детский турнир. И вот последние 2-3 года мы проводим детский и взрослый турнир. Правда, это все проходит в один день. Глодненцы уже строят планы на следующий год. Будут подавать заявку на строительство детской площадки. Мы не делаем пафоса, мы просто делаем для людей. Люди изъявили желание сами поучаствовать в той программе, которая сегодня есть. Я хочу сказать, что вот эта вот инициатива, которая идет с мест, инициатива, которую предлагают люди, она довольно успешно у нас имеет финансовую поддержку подрядных организаций. И люди идут с охотой сюда. Свято чтут память погибших на Брасовской земле жителей села Добрик. Здесь по программе инициативного бюджетирования благоустроили сквер у братской могилы. Мы решили упорядочить, навести здесь порядок, построить вот эти площадки, чтобы люди могли прийти в свободное время, отдохнуть, где-то погоревать, где-то вспомнить и не забывать своих освободителей, которые дали нам мир на годы и годы вперед. Летом в Добрик съезжается очень много детей, говорят местные жители. Поэтому выбор объекта на следующий год уже сделан детский городок. На следующий год в бюджете Брянской области опять по поручению губернатора заложены 100 миллионов рублей на реализацию этой программы. Поэтому мы ждем инициатив наших жителей, и я уверен, что все они будут поддержаны. Благоустройство любого населенного пункта в руках его жителей. Выходите со своими предложениями к местным властям, и, возможно, уже в новом году рядом с вами появится сквер, спортивная или детская площадка. Участвуйте в программе инициативного бюджетирования. Александр Новиков, Игорь Винничук. События. Брасовский район.